Дамы и господа, Лига ACB совместно с Доропфайт представляет вам трёхраундовый бой в легчайшем весе. И в синий угол клетки добро пожаловать боец из Казахстана! Встречайте Денис Муцник! Ну что ж, у нас следующий бой программы. Денис Муцник против Фадхидина Сабирова. И это снова легчайший вес весовая категория, до 61 килограмма 200 граммов. Денис Муцник. 11 побед. 4 поражения. 167 сантиметров его рост. 30 лет этому опытному. Сопернику, опытному бойцу, Чьим соперником является Фадидин Сабиров. Мы живём на отцовской земле. Внуки с ворога, славные дети. И летит на крылатом коне Русь в далёкие тысячелетия. И летит на крылатом коне Русь в далёкие тысячелетия. Это боль пахали селенина сыны. Всем любовном мешали от войны до войны. Итак, Денис Муцник. С теми у него, я смотрю, вольная борьба. Да, борец и, кстати, принимал уже участие в турнирах промоушена СБ. Этот атлет. Честно говоря, я не видел его бои. Но в прошлом или позапрошлом году он участвовал. По-моему, в СБ. И, может быть, я путаю М1. А в красный угол добро пожаловать боец из Таджикистана! Встречайте! Тадхитин Собирас! Ну, а сейчас соперник Дениса Муцника, представитель Таджикистана. Тадхитин Собиров. Пять побед. Лишь одно поражение. Молодой, 23 года. Рост 172 сантиметра. И представляется его базовый стиль ММА. Ну, вот, пишут ММА, да, мне кажется, так расплыто получается. Расплывчато? Да, расплывчато получается. Ну, я так понимаю, что здесь подразумевается именно универсализм. Может быть. Ну, здесь можно всех подогнать тогда под эту гребенку, сказать, да, стиль ММА. Вот я помню, читал интервью с чемпионом ICB, по-моему, в полулегком весе, да, в полулегком весе, Маратом Балаевым, когда он только увидел, а он выходец как раз-таки из борьбы, по-моему, из вольной, сам он осетин, этнически. Вот. Ты, он рассказывал в интервью, что я, когда увидел ММА, я удивился, насколько много приемов из вольной борьбы, как это заточено под вольную борьбу. И поэтому решил попробовать себя именно в ММА профессионально. Вот такая интересная вещь. Да, вольная борьба, она важную роль играет в ММА. Ну, тут и вольная борьба, и джидо, и... Ну, много аспектов, много, я просто и говорю, что ММА это так расплывчато получается. Хотя, видел я поединок... Ну, сначала слово Александру Жагорскому. Его 30 лет про 167 сантиметров, вес 61 с половиной килограмм. Профессиональный рекорд состоит из 15 боев, 11 побед, 4 поражения. Его стильфольная борьба, дамы и господа, из сталды каркана Казахстан, чинист Муссель. И его соперник в красном углу клетки. Бойцу 23 года. Рост 172 сантиметра, вес 61 и 60 килограмма. Профессиональный рекорд 6 боев, 5 побед и только одно поражение. Его стиль ММА, дамы и господа, из душа Бет Аджистина, встречайте фаткинг-тим Сапина! Рефери-предди, Казахстан, Казахстан. Слушай, винятеля, работаем 5 равных победников. Еще раз напоминаю, головы бить нельзя, затылку по задушнику бить нельзя, локти можно бить в голову, в корпус кроме новых ударов в октябре 12-6. Знаете, всех кушортов и печальки не хватает, не хватает, слушай меня на протяжении всего дня. Пожали руки, разошлись к вам. И так, Денис Муцник, Фатидин Сабиров. Черно-серые шорты, перчатки с синим скотчем, это Денис Муцник, перчатки с красным скотчем, и белочерные шорты, это его соперник, Фатидин Сабиров. Денис Тахиара начинает бой. Да, да, да. Сразу прессинг. И пытается раздергивать своего соперника, но пропускает двойку. Хорошая двойка от Сабирова. Хорошая. Видно, что у этого бойца неплохая ударная техника. И вполне возможно, что он как раз таки будет действовать, как стрелок из засады. Ну вот отвечает Муцник двумя размашистыми такими свингами. Я называю это коряга. Коряга. Этот удар. Это так он задуман очень опасный. Особенно для боксеров, для ударников. Обменялись опять боковыми бойцы. Подавливает Муцник. Я бы сказал, пренебрегает защитой, не убирает голову, так обменивается ударами жестко. Ну, кстати, да, будь поискушеннее Сабиров, мог бы его поддеть апперкутом. Здесь сблокировал. Фатидин. Ну, отдал спину. У нас такая карусель. Нельзя хвататься за сетку. Ну, очень быстро встал Сабиров. Ну, у меня ощущение такое, что он покрупнее. Ну, по габаритнее, чем лучше. Повыше, повыше. Повыше, повыше. Тоже так же он на 5 сантиметров повыше своего оппонента. И моложе на целых 7 лет. Да. Молодость против опыта. Ну, и тут, конечно, такое серьезное... Опа! Хорошо попадает сейчас справа криком. Фатидин Сабиров здесь провалил Мурсника и будет попытка тейкдауна не совсем удачная. Мы видим, вставляет колено Мурсник, отвечает Фатидин Сабиров. Хороший темп в поединке, я вам скажу. Да, хороший темп, быстрый. Так, захватывающий. Интересно наблюдать. События очень быстро развиваются и меняются. Вот удары из тайского бокса с захватом головы. Что запрещено, кстати, в К1, насколько? В К1, да, запрещено. Я выступал в Китае. В Кумуне? А? В Кумуне? Нет, нет, не Кумуне. Вот, по К1, там тоже будет чемпионат проходить вот в самом. Так, у нас меняется ситуация. Перевел в партер Сабиров Мурсника. Пытается оттянуть Мурсник от себя. Сабирова там, пытался включить колени. Отталкивает. Но ситуация продолжается. Уже в стойке. У нас опять клич. Борьба за захват. За контроль. За позицию. Да, очень быстро меняются позиции. Но это весовая категория, в общем-то, наверное, предполагает такую... Интересно-интересно прямо смотреть на этот бой. Голена от Мурсника. Парни обменятся ударами. Сейчас показывают неплохую борьбу. Вышел из клинча с ударом. Вот единство Сабиров. Хорошее, кстати, качество. Выходить из клинча с ударом. Да. Опять поддавливает Мурсник. И пока он брал паузу, прошел удар и зашел. Настаивается Денис и сразу получает. Пользуется этими паузами Сабиров. Причем не опасается Копер действий. И опять встречает хорошо... У меня такое ощущение, что Денис чуть-чуть плывет. Плывет уже? Ну, есть такое, что-то у него уже начинает. Очень много пропускает ударов. И опять. Но как-то, мне кажется, он даже подрастерялся и не знает, что делать, что делать. Патерстерялся очень много пропустил ударов. И из-за этого функционалка упала. А всего лишь первый раунд. Хотя и заканчивается. Ну, то есть в стойке все же Сабиров получше. Получше. Как-то по собраннее, поточнее. Вот опять потыкается на джеб. Хорошо попадает Сабиров. Ну, мне кажется, Фатидин так осторожничает, да? Потому что он работает одним ударом, но если бы уже хотел, могут подключить уже и поработать в серии или двоечкой. Мог, но он, видимо, опасается, что Денис будет проходить. Но пока... Да, но пока, кстати, не было попыток тейкдауна вот во второй половине раунда со стороны Мусеника. О, хорошо здесь. Ну, почему в концовочке он там пытался, но тоже Сабиров его встретил, проконтролировал движение, как бы, и вышел с этим из воды. Ну, на мой взгляд, первый раунд за Фатидином все же. Да, так и есть. Я тоже думаю, что он забрал первый раунд. Будем смотреть второй. Ну, функционально Денис уже подсел. Тут, конечно, вопрос очень серьезный. Успел ли он восстановиться за перерыв? Вообще, вот такой, так сказать, совет от человека, который бывал и еще будет в автогоне. Лучший способ восстановиться за перерыв между раундами. Очень большую роль играют секунданты. Они должны помогать восстанавливаться. И в зависимости, как человек тренируется, как отдыхает между раундами, спаррингов, так и должен он себя вести на ринге. Ну, есть какие-то универсальные советы? Каждый по-разному восстанавливается. Ясно. У нас опять Денис Муцник храбро идет вперед, при этом пропуская удары. Вот опять, пожалуйста, правый боковой проходит. У Сабирова. Я думаю, что Фатидин прекрасно себя уже чувствует в стойке и может просто будет закончиться во втором раунде. Я не могу понять вот тактику Дениса Муцника. Вот он вроде идет, идет первым номером, набирает очки и потом идет назад и дает набирать очки сопернику. Вот не знаю, мне кажется, зря сейчас Фатидин полез в партер. Все у него было хорошо в стойке. Зачем ему вот это? Не могу пока понять. Может быть, какая-то установка от тренера, от секунданта. То есть первый раунд поработать в стойке. Встал Денис Муцник. Нельзя ему отказать, конечно же, в мужестве и храбрости. В стойкости в данный момент много пропускает. Идет вперед, находит силы Денис Муцник. Вот здесь, кстати, попал сейчас Муцник. И снова отвечает колено. Какая заруба просто идет. Жесткая заруба. Ну, то, что любит публика, в принципе, да? Да. Бескомпромиссный поведенок хвост-в-хвост. Хлеба и зрелищ. Кровь. Да-да-да. Адреналин. Совершенно верно. Все так. Тут прошел в школь с ударом Муцника, а до этого пропустил он колено. Так, размашисто бросается Денис. Да, ему бы ручки подсобрать. Уже, да, как-то развалился. Стоечка развалилась у него. Опять пропустил. А вот Фатердин с дальней руки. Такой по собране. По собране. И посвежее. И посвежее. Совершенно верно. Ну, и помоложе, соответственно. Так. Ну, это не показатель. Да, возьмем Венера Галиева. Это не показатель. Венера Галиев. Это живая легенда российского ММА. Очень хороший, опытный боец. Это просто бешеный башкир. Он никогда не устает. Энергайзер. Энергайзер. Каждый день на тренировках пашем, пашем. Мы только за ним стараемся успевать. Да, Венера Галиев это... В общем, величина. Это легенда, это легенда. Да. И на этого человека мы равняемся. У нас продолжается поединок в партере. Сверху Фатитин Сабиров. И нужно, наверное, вставать, да? Попытаться встать Муснику. Мусник, скорее всего, хочет сделать какой-то прием. Болевой, например. Да, болевой. Видимо, тяжело ему уже в стойке работать. Я вот не очень понимаю, зачем Сабиров сам, так сказать, форсирует события именно по переводу поединок в партер. Он хочет досрочно здесь в партере закончить. Показать себя в партере, что он может тоже... А. Он показал себя в стойке, да, в ударке неплохо. В борьбе хорошо показал стойку себя. Сейчас в партере, в принципе, тоже обрабатывает своего соперника. То есть хочет продемонстрировать все свои аспекты. Да. И серия матчмейкеров на заметку. Посмотрите, какой я молодец. Вот здесь опасно. Залез в маунт. Так называемый в бразильском джинсове свип. Переворот. Конечно, такой он. Остались ли у Дениса силы? Вот в чем вопрос. Заканчивается второй раунд. Да, и здесь он может, в принципе, выровнять. Именно вот этот раунд второй, если будет сейчас наносить амплитудные удары. Но пока не дает ему выпрямить спину. Сабиров, да, мы видим, он пытается ввязать. Уже менее 10 секунд до конца раунда. Я думаю, так все и закончится. Здесь надо было Денису работать локтями. Когда мог бы его разбить, сделать просечение. Вот здесь чуть-чуть он как бы... Не сообразил. Да, не сообразил. Может быть, или не подсказали, да, или не слышит там. Ну, лучше бы локтями его побил. Я думаю, это было бы более рационально и травматично. Вот он пытался. Там была какая-то попытка, но так ушел в защиту. За блок. Такую в ракушку. Сабиров, тем не менее, два раунда позади. И решающий, думаю, все же для обоих бойцов третий раунд. Ну, в особенности, конечно, для Дениса. Ну, есть интрига сейчас, создалась все равно. Сейчас для третьего раунда посмотрим. Я думаю, что вот эта ситуация в партере, она забрала силы. У Фатидина тоже потратила. И чуть-чуть уверенности, я думаю, тоже. Забрала. И сейчас посмотрим. Ну, значит, ему такой звоночник, просто звоночек. Просто не лезть в партер, работать в стойке, как работает. Ну, не заигрываться. В принципе, он нормально. Он заигрался, почувствовал себя неуязвимым и поплатился за это. В общем, понты в МММ неуместны. Нет, нет, за все понты сразу наказываю. Так, третий раунд. Легчайший вес, весовая категория до 61,2. Денис Нутсник. Серые, черные шорты, перчатки с синим скотчем. Очень храбро опять пошел вперед. Даже достал Фатидина Сабирова. Денис представляет Казахстан. Фатидин Сабиров сейчас у сетки. И пытается, я так понимаю, бросить. И попытаться бросить. Денис Нутсник перевести в партер. Я не думаю, что там амплитудного хочет бросить. Уже нет сил. А вот перевести в партер и навязать уже партер. Завяжет его, проконтролирует, займет позицию. В принципе, это будет очень хорошо для Дениса. Я говорю, что, видишь, позиция Хавгард, она очень такая универсальная в ММА. То есть можно и провести прием, а можно и победить. Да, некоторым прямо... Тренер у меня есть Максим. Ему нравится Хавгард. Он из него прямо делает все. Так, попытка удушающего со стороны Нутсника. Освободил всю же голову. Ну, поторопился, поторопился. Есть, называется, когда забираешь сзади спину, называется ремень безопасности, когда обхватываешь правильно соперника. Вот, он этого не сделал. Из-за этого соскользнул со спины. Сейчас все по-новой, все по-новое будет переводить, если получится, если есть силы у Дениса. Вот, мы видим, широко расставляет ноги Фатидин Сабиров. Все правильно сделал. Правильно, да. Стоп, не забрал две ноги Денис. Клинч в стойке. Но нужно, мне кажется, разорвать дистанцию Фатидину Сабирову. Колено от таджикского бойца. Да, коленями хорошо работает. Пробивает Сабиров. Так, у нас такая немножко падавая ситуация. Но вот не оставляет попыток перевести Фатидина в партер Денис Муцник. Пожалуй, это единственное, что ему остается. Ну, тактически он все верно делает. Не имею в виду Денис. Вопрос в реализации. Вопрос в реализации. Это очень энергозатратно. Ну, на удивление, в принципе, функционалка у него неплохая. Уже третий раунд, и он по-прежнему... Да, в первом раунде вроде он подсел, а в третьем как будто... Второе дыхание? Второе дыхание открылось у него. Но ручки подзабелись. Видно. Так, ну и нужно здесь, конечно, реализовывать себя в стойке Сабирову. Да, разбивать сейчас, как бы проигрывает он именно этот раунд. А осталось всего ничего, в принципе, полторы минуты. Что делает Сабиров? Он пытается сделать так-даун, чтобы набрать очки. Опа! Есть. Проконтролировать, сейчас побить. Освобождает голову Сабиров, но руки пока высвободить не может. Опять халфгард. Слип, как хотел сделать Денис. Но тут проконтролировал ситуацию Сабиров. Пытается выбраться, мучник. Ну, ему надо выбираться, ему надо или делать какой-то прием, какую-то болячку-удушку, или вставать, или переводить, делать свип и оказаться сверху. В свою очередь, да, Патитину Сабирову надо так же спокойно разбивать и контролировать ситуацию. Заигрываться. Вот, не заигрываться. Вот, я про что говорил, да, видел сейчас опасный такой удар был. Вот, и чуть-чуть-чуть не залез треугольник сам. Десять секунд остается. Активность, к активности переживает бойцов рефери. Ну что ж, поединок завершенный. Мы ожидаем судейского решения в этом очень таком неоднозначном бою. Конкурентном, на самом деле. Ну да, конкурентный бой. Денис Муценко... Мутник. Мутник, да. Мутник. Мутник. Ну, чуть-чуть ему не хватило. В принципе. Проконтролировал бы. Ну, это как, это мы здесь сидим, да, обсуждаем. А там это очень тяжело сделать, когда ты устал, когда на пике твоя вот эта усталость. И не всегда тебя сможешь взять в руки, да, и полностью включиться, потому что нет сил. Итак, ожидаем судейского решения. Итак, по окончании боя. Все три судьи одинаково оценили этот поединок 29-28. Дамы и господа, единогласным решением судей победу одержал... Ну что ж, мы поздравляем Фатильдина Сабирова. Победа оказалась непростой. И мы ожидаем следующего поединка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok